МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Темпы не снижаются. В городе продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Впереди реализация идей. Стали известны имена победителей грантового конкурса компании «Газпромнефть». Бравым шагом вместе с папой в центре спорта Муравленко прошел спортивный праздник для дошкольников. Накануне в Селехарте прошло первое в этом году заседание законодательного собрания Ямала. В нем участвовал губернатор Дмитрий Кобылкин. К решению новых задач законотворцы перешли после принятия результатов работы за прошлый год. С традиционным отчетом выступил председатель окружного парламента Сергей Ямкин. Он подробно остановился на приоритетных законодательных инициативах 2016 года, реализованных в интересах коренных жителей округа и льготных категорий граждан. Все взятые социальные обязательства финансово обоснованы и закреплены в бюджете. Сергей Ямкин напомнил, что расходы Ямала на реализацию мероприятий в сфере социальной политики составят почти 19 миллиардов рублей. Сначала ставится задача или выставляется какая-то проблема, и потом совместными усилиями на примере какого-то муниципалитета как раз вот такие вещи решаются. Я считаю, что это очень правильное взаимодействие и возможность решения проблем. То, что сделано много, это однозначно. Все, что мы реализовали как исполнительная власть благодаря законодательному собранию, то, что вообще принимается бюджет так, как мы его представляем, так, как мы его видим, это большое доверие и очень большая ответственность. В городе продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Темпы высокие. В прошлом году в целом на Ямале было введено в эксплуатацию более тысячи новых квартир. 292 из них в Муравленко. В планах текущего года заселить более 150 жилых помещений. С этим вопросом жители города идут к представителям власти. Продолжит Эрнест Бавшин. Квартирный вопрос является основной темой обращений. Во время приемов по личным вопросам главе города Александру по дороге приходят с просьбой помочь в решении жилищных проблем. Обратная связь помогает тем, кто не может решить проблему самостоятельно, запутался в бюрократических коридорах, либо не имеет представления, как можно повлиять на создавшуюся ситуацию. Вопрос ветхости жилья особый, волнует многих. Есть горожане, которые требуют переселения, но не по законодательству, а на их условиях, которые они ошибочно считают правильными. Есть семьи, которые проживают в общежитии 15 квадратных метров. В состав семьи 5 человек. Они не стоят в очереди. Они не находятся в льготной категории. И, конечно же, при переселении мы этой семье предоставляем комнату, студию не менее 18 квадратных метров. То есть можно понять эту семью, можно понять людей, которые говорят, что мы в пятером в комнату, в студию. Много возникает разных вопросов. Я подчеркиваю, что по-человечески мне разные жизненные ситуации, жители нашего города, они, конечно же, понятны. С точки зрения законодательства и возможностей наших, мы должны исполнять закон, и мы должны ликвидировать ветхоаварийное жилье. Переселение из ветхоаварийного жилья выполняет приоритетную задачу ликвидировать устаревшие дома. Действующие законы предусматривают равноценный обмен квадратных метров. То есть, если вы проживаете на 20 квадратах, то эти же 20 вы получаете в новом доме. Сейчас активными темпами идет расселение микрорайонов Радужный и Молодежный. Жители ветхих общежитий получают комнаты студии в семиэтажных домах в микрорайоне Российский. Вот так выглядит стандартная комната-студия. Здесь есть жилая площадь, кухонная зона и совмещенный санузел. Каждый потенциальный новосел получает уведомление о переселении. После готовит пакет документов, в которых обязательны оценка старого жилья и договор мены у нотариуса. Все сделки, где не единоличная собственность, а в праве общедалевая собственность, все оформляются только через нотариуса. После данной процедуры документы сдаются в МФЦ. Затем человек получает документы и приходит в жилищный отдел. Здесь мы составляем акт передачи жилого помещения. В обязательном порядке жилое помещение показывается. Каждый гражданин видит, что он получает. Николай Буров переехал в однокомнатную квартиру после пожара. В январе 2016 года его дом сгорел. Здание было признано ветхим и аварийным, а следовательно, ему полагалось новое жилье. Несмотря на то, что метраж нового жилья чуть меньше, это новосело никак не смущает. Оно получается капиталки, нету таких квадратов, как в деревяшке. Как бы мы согласились, это уже мелочь идет, чем потерять вообще жилье. Программа ликвидации старого жилья продолжается. Постепенно все горожане, проживающие в ветхих аварийных домах, получат новые комфортные квартиры. Но только согласно действующего законодательства. Эрнест Бавшин, Владислав Дровотов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Сегодня в Муравленко произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на улице Нефтяников. По словам очевидцев, водитель КамАЗа, двигаясь по крайней правой полосе, резко, без подачи сигнала поворота, начал перестраиваться на левую полосу движения. Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки, который двигался в попутном направлении, принял влево и въехал в фонарный столб. В результате ДТП водители и три пассажира автомобиля «Лада Ларгус» получили ушибы и ссадины. Отмечу, что авария произошла прямо на пешеходном переходе. И по счастливой случайности там не было прохожих. В «Газпромнефть» Муравленко определили победителей ежегодного грантового конкурса. Напомню, он проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Из 35 представленных соцпроектов грантами поддержали единицы. Эльвира Валяхметова продолжит тему. В конкурсе несколько номинаций. Города для людей, новые горизонты, месторождения, побед, культурный код, сохраняя традиции. В этом году к ним добавили еще одну – «Родной сквер». Общая сумма грантового пула – 2 миллиона рублей. За эти деньги боролись 35 проектов. Перед экспертами стояла непростая задача. Конечно, нужны новые идеи. И прежде всего отсутствует в заявках серьезный анализ проблематики территорий. То есть достаточно значительное количество заявок, где фактически начинается разговор с того, что нужно для того, чтобы жить стало лучше. А для чего это нужно, кому будет лучше жить и как это вообще повлияет на ситуацию в городе – вот этого анализа, конечно, нет. И это то, чего не хватает. Гранта-получатели разделены на две группы. Это юридические лица и инициативные граждане. Эксперты расставили приоритеты после тщательного рассмотрения каждого проекта. Они делают грамотный продукт. Они действительно пишут нормальные проекты, заявляют их, защищают. Они успешно участвуют в конкурсах. И в этом их сильная сторона. И здесь можно, конечно, делать ставку на лидеров, на лучших и финансировать их больше и больше. Но когда мы смотрели все-таки, у нас внутри немножечко приоритеты разделились по-другому. То есть все-таки хочется поддержать и другие интересные идеи, которые пока еще совсем не получали финансированные. В итоге жюри поддержало идею молодежного ресурсного центра по созданию школы блогеров для молодежи. Проект Дома культуры Украины «Кукольный театр Ладошки». Также получила поддержку инициатива детской музыкальной школы «Поющий город». В группе инициативных граждан победу одержали проекты Елены Климович, Ирины Шелепень и Алексея Беккера. Мы хотим поставить напротив краеведческого музея кормушки в виде деревьев, так как птицам тяжело выживать зимой. Для победителей сегодня организовали семинары. Эксперты рассказали о дальнейшей работе над проектами. Большинство проектов было написано на улучшение материально-технической базы организации, что, в общем-то, не является задачей грантового конкурса. И мы не финансируем такие проекты, которые именно пополняют фонд оборудования, организации и так далее. Хотелось бы, чтобы проекты были более живыми, более социально значимыми. Церемония награждения победителей состоится 27 февраля, а реализация проектов стартует уже в марте. В Муравленко дан старт городской военно-спортивной игре «Командарм». Открыл ежегодные соревнования интеллектуальный конкурс «Я гражданин России». В нем школьники соревновались в знании истории вооруженных сил страны, великих сражений времен Великой Отечественной, вспоминали полководцев и города-герои. Впереди у конкурсантов еще пять испытаний. Атлетическое многоборье, стрельба из пневматической винтовки, конкурс «Строя песни». Всего в «Командарме» участвуют 50 школьников. Это учащиеся седьмых-девятых классов. Торжественное закрытие городской военно-спортивной игры состоится в воскресенье. А в Центре спорта Муравленко прошел городской спортивный праздник для дошкольников. Его приурочили к 23 февраля, поэтому состав команд исключительно мужской. Дружат ли со спортом нынешние и будущие защитники Отечества, знает моя коллега Марина Михедва. Бравым шагом 10 команд маршируют на торжественном построении в честь открытия соревнований. Даже те, кто со спортом не на «ты» подтянулись и держат марку. Праздник масштабный. На трибунах почетные гости. По количеству участников и спортивному азарту этот семейный праздник не уступает всероссийским соревнованиям. Своеобразный тренд города Муравленко – развитие массового спорта. Боевой дух участникам поднимают бравые кадеты и юные спортсмены. Обычно пап с трудом уговаривают на участие в подобных мероприятиях. Но в преддверии Дня защитника Отечества на эстафету особый настрой. Это очень помогает стать супергероем для своего сына. И вообще это очень помогает для дальнейшего развития физкультуры в семье нашей. Нам долго не пришлось уговаривать. Мы сами согласились. Нам интересно. Мы спортсмены. Потому что такие конкурсы подущи нам. Конкурсы несложные только на первый взгляд. Здесь важна и ловкость, и смекалка, и сноровка. Чтобы достойно выступить, команды тренировались в своих садах. Это тоже способствует укреплению семейных взаимоотношений и традиций. Мы постарались донести до наших зрителей, до наших родителей необходимость вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и прививать эти качества своим детям. Задания в эстафетах подобраны с таким расчетом, чтобы дошкалята смогли проявить навыки командной работы. Учли и будущую сдачу норматива в ГТО. Заранее известно, что победители выбирать не будут, но каждый выкладывается максимально. Скучающих на трибунах нет. В общей физкультминутке активное участие принимают все болельщики. В конце праздника команды получают грамоты и заслуженные награды. А главным призом этого дня становится радость совместной победы. Есть пример для моего сына, где он может увидеть и папу, что он спортсмен, что дети могут быть как взрослые на их уровне. Отличное мероприятие, оно полезно, потому что наши детки, они должны видеть и стремиться быть здоровыми в этой жизни. Марина Михедова, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». А воспитанники детского сада «Снежинка» приняли участие в конкурсе «Строи и песни». Четыре детских отряда, пилоты, моряки и спецназовцы исполнили песни о России, о подвигах, о силе русской армии. Ребята настолько вжились в роль, что приглашенные на праздник рядовой запаса Александр Кузьминский и учащиеся кадетского класса многопрофильного лицея подпевали будущим защитникам Отечества. Такие мероприятия важны и нужно воспитывать эти чувства еще с малых-малых лет. Конечно, это пропаганда военно-патриотического воспитания, как важнейшее средство, способствующее всестороннему гармоничному развитию ребенка. К другим темам. В торговом центре «Кедр» продолжает свою работу ярмарка верхней одежды. Все по 3 500. Женские и мужские пуховики, демисезонные и зимние модели. На ярмарке верхней одежды действует одна цена – 3 500 рублей. Выбор огромный. Более 3 000 моделей. Размерный ряд от 42 до 68. Цветовая гамма от светлых до ярких насыщенных оттенков. Куртки и пуховики с отделкой из меха и без него. Все изделия фабричного производства. Мы приехали с московской коллекции курток и пуховиков. Все отшивается у нас в городе Москва. Качество очень хорошее. Мы работаем напрямую с производителем. У нас очень огромные объемы и из-за этого низкая стоимость. Мы берем количество продаж с минимальной накруткой. Рады видеть всех жителей города. Наши продавцы-консультанты подберут одежду каждого. На ярмарке представлены не только женские, но и мужские пуховики. Можно выбрать и горнолыжные куртки. Все модели очень теплые и легкие, удобные и практичные. Гостей ярмарки ждут до 26 февраля включительно. Двери торгового центра «Кедр» открыты ежедневно с 10 до 19 часов по адресу улица Ленина, дом 64А. И еще одна новость. Заказать рекламу в телерадио компании «Муравленко ТВ» не только выгодно, но и очень удобно. Теперь заказать и оплатить бегущую строку на телеканалах ТНТ и СТС можно, не выходя из дома. На сайте компании «Муравленко ТВ» доступен специальный сервис. Он легок и удобен в обращении. Вся процедура подачи и оплаты заявки не займет у вас более пяти минут. Реклама на ресурсах «Муравленко ТВ» – это быстро, удобно и очень выгодно. На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго, отличного настроения и хороших выходных дней.